Доброе утро! Сегодня мы снимаем новый марафон. У вас очки тоже стоят такие следы на лице? Или это только я? Время 8.40 утра, и мы приехали в YouTube Space здесь, в Лос-Анджелесе. Я жду, пока Дима с Мариной сюда приедут, мы зайдем, зачекинемся, и мы будем снимать новый марафон здесь. Но я хочу сказать, что я просто очень рад, и мне очень повезло, что у меня есть причины и мотивация, и цели вставать рано утром, ехать час из дома до сюда, и снимать, и делать это с радостью и с большим удовольствием. Поэтому я искренне желаю вам найти что-то такое в жизни, если у вас еще этого нет, ради чего вы будете спокойно вставать 6 утра, собираться, гулять с собаками, выезжать, ехать час в пробках. Всегда трофик, всегда трофик! Ну все, я все оборудование перетащил. Сейчас покажу вам, как тут все официально, на самом деле. Вот я такого еще не делал. Понимаете, все, серьезно, все официально, кроме меня сюда больше никому не разрешен вход. Ну там, Марина, Дима еще, конечно. Так, давайте разберемся сейчас, как это все у нас здесь работает. А, ну, да, конечно, я понимаю, все. Я разобрался, надо просто все вверх нажать. Видите, я теперь еще, можно в резюме добавить, что я технический мастер все это оборудую. Ну все, мы начинаем. Я думаю, что мы здесь проведем следующие 48 часов, снимая этот марафон. Олег такой, стоп, я на это не был согласен. Вот, посмотрите, у нас такая штора. У нас все очень профессионально здесь. Ютуб очень помог. Единственное, что мне не понравилось, это то, что, ну, что объяснимо, все оборудование, все строго подроспись, все надо просить. И даже HDMI кабель, что мне было абсолютно непонятно. Но у меня что-то упало. Вот эта штука. Я понял, Веню, тебе. Да. Ты нестабильный. Вот, поэтому мы сейчас будем снимать и увидимся с вами, наверное, нам надо делать перерывы. Мы сейчас будем за несколько часов снимать 30 дней контента, поэтому... Чуть-чуточку. Совсем чуть, но пожелайте нам удачи. Пожелайте нам удачи. Мы слушаем. Спасибо, спасибо, очень приятно. Тебе приятно было? Очень. Да, мне тоже очень приятно. Ну все, Марина, давай, поехали. Стоит. Поехали. Я еще раз выхожу к вам в прямой эфир. Я просто хочу показать, как все серьезно. У нас есть личный секретарь. Который ассистент, который еще и оператор трех камер. И звукорежиссер. И звукорежиссер. Я отвечал, конечно, за декорации, за освещение, потому что я теперь умею. И все серьезно. У нас коробки, стулья, макияжные приборы, кофе. Я не знаю, что это за штука, я даже не буду спрашивать. Смотрите, как все серьезно. Зеленый фон. Мы сейчас на один из уроков поясним зеленый фон, и мы будем на горах. Мы будем на пляже. Мы будем в Париже на фоне эфиревой башни. Вы просто с ума сойдете от этого нового марафона. Вы не только получите слова, вы еще очень посмеетесь. Ну, а про сам этот марафон я вам расскажу немножко позже. Ну, вот, зеленый фон. Дима программист, Дима хакер. Дима взламывает об азах Пентагона. Но все, мы сняли все отлично. Мы сняли все отлично. Мне сейчас надо быстренько побежать, выгулить собак. А то они сейчас меня обоссут весь пол. Но мы с вами, ребята, увидимся, я думаю, через несколько часиков, да? Да, да, да. Погуляем по Родео, да? Погуляем по Родео, увидимся через несколько часиков, да? Да. Великолепный, сказочный Лос-Анджелес во всей его красе. Мы тут плетемся 8 миль в час, понимаете? А мне до дома 51 минута осталось. О, боже мой. Вот, побудьте на секунду в Лос-Анджелесе со мной. Вот это да. Зебры там, какие-то жирафы. Какая любимая коллаборация, извините? У меня никакой, в которой я есть. Что-то там интересно показывают, похоже. Дайте посмотреть. Во, вот это да. Там психодел. Ого. Ого. Нет, мы такое не любим. Дима, признайся, скажи мне и всем людям в мире интернета, какой самый дорогой элемент твоего гардероба у тебя имеется? Сейчас? Не на тебе, а вообще в жизни. Шарф. А, вообще? Да, какой у тебя самый дорогой элемент гардероба? Классный вопрос. Найс. Нет, самый дорогой, наверное, ботинки Луитон. В смысле, куртка дороже? Куртка? Которую я тебе подарила. Надежда Ивановна, которая. Она... А, ботинки. Ботинки? Да, смотри. А, вот эти. Которые, да, ботинки. Здрасте. Ого. Вот это была атака. Ты прикажешься по авокадо? Вот это ты даешь. Что будет дальше? Мне интересно, что будет дальше. Вот какой это идеальный пес взял. Аккуратно прилег, пожевать авокадо свой. Да? Ой, не хочешь, чтобы я его тебе забирал? Я не забираю. Невероятный пес. Невероятный пес. Не трогай мои налоговые документы, пожалуйста. Превосходный пес. Превосходный. Какой же ты превосходный пес. Дай лапу. Па? Брюс? Эй, Брюс. Па? Здравствуйте, спасибо. О, это что за заявления такие, я не понял. Мне нужно срочно купить костюм. Пойдем. Ну, я люблю такое. Конечно, тройки я люблю. Игнорируйте мне прическу, она не подходит ни под какие костюмы, конечно. Ну вот, классно. Если кто-то может прийти сюда ночью и поменять первую букву этой улицы на букву П, я буду очень признательным. Какие машины вам нравятся? Маленькие, такие, спортивные, двухдверные или большие, практичные и удобные? Понятно, это на вкус каждого, естественно. Но мне интересно, расскажите. Я хочу просто передать атмосферу и погоду. Поэтому смотрите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Они же скучились по тебе, ты понимаешь? Да, я тоже. Давно тебя не видели? Давно не было MyCover у нас. Очень давно. Но тебе он уже не нужен. Все. Да, да. Ты уже ученик превзошел учителя. Все. Теперь ты должен меня вести на MyCover. Да, кстати, когда пойдем? И то хоть сейчас. Ну вот, практически на этой скамейке мы первый раз познакомились здесь с ребятами в этом районе. Точнее, на вот той скамейке. Но там сидят люди. Ой, здравствуйте, фотографируемся. Да. У нас очень седиментальный выпуск. Мы вот решили вот сюда прийти и здесь сесть на скамейку. Решили поплакать, сесть на эту скамейку. Ну, какими мы были... В спальске мы были молодые 4 года назад. Да. Какими мы были лохами еще тогда? Я думаю, 2. В 15-м, кстати. В 16-м. А не, мы в 16-м познакомились. Три года. Три года, да. Мы были лохами молодыми. Сейчас мы тоже остались лохами, но мы уже не молодые. Ну, я теперь тебе задам тот же самый вопрос, только не то, что ты молода. Да. Скажи мне, что изменилось с тех пор, когда мы здесь первые ознакомились 3 года назад? Что для тебя изменилось и что для тебя было самым большим достижением? Я вышла за. Успешно. Ну, понятно, что... Ну, с Димой мы тогда уже были вместе, просто это, ну, такое важное событие. Мне кажется, что я начала делать, вот самое важное в плане, там, профессиональную жизнь и так далее, я начала делать только то, что мне нравится. Я научилась посылать нафиг все предложения, которые мне неинтересны. Я научилась делегировать, правда, ну, как бы, с горем пополам. Иногда получается все... Это сложный процесс. Все плохо, да, и приходится иногда увольнять людей, расставаться с людьми. Но это очень круто, что я просто для себя поняла, что мне... Я поняла просто в какой-то момент, что реально лучше у меня будет вот это вот суббота, ощущение того, что делать то, что хочу. Да, это будет там сопровождаться какими-то приязычными другими ошибками, но это то, чему, да, меня научили, на самом деле, очень много американских людей. Потому что вот в Америке это вот концепция, то, что если нравится, ты делаешь, не нравится, ну, нафиг, зачем это надо. Когда ты сюда первый раз приезжала, какие у тебя были быстрые планы, цели, эмоции, мечты? Построить большую компанию, мы же приезжали для этого. Мы получили инвестиции, мы хотели расти на международной рынке. Вот основная цель была. Какие-то были у тебя житейские... Ну, у меня не очень такой бизнесовый блог, конечно, я... Хотя это тоже очень интересно, но я больше такой жизненно-человеческий. Какие у тебя были более... Какие у тебя были более житейские планы, там... Ну, вот что-то маленькое... Мне хотелось, чтобы в моей жизни отсутствовала зима и снег. Ну, есть такое. Ну, зима у вас есть, но стоит, но просто снега нет. Ну, у нас, ну, как быть, вот эта снежная зима, чтобы и не было. Я очень рада, что это сбылось. Что еще? Ну, блин, у меня квартира красивая, где мы живем. Да-да, ну, простые человеческие вещи, да. Такие, да-да, такие... Что ты понимаешь, мы купили с Димой сами порш. И мы как бы едем, мы все равно были в инверье, когда, знаешь, детишки богатых... Детишки богатых родителей приезжали на этих Каенах, когда они только вышли. Я смотрела, думаю, ну, блин, ну это кем надо быть, чтобы Порш Каен себе позволить. И, ну, это настолько как-то все нереально и так далее. Мы купили нашу машину. Мы просто вот с утра решили, что нам надо машину. Днем мы были в Порше. В шесть вечера мы уже забрали ключи и поехали домой. И мы ехали, и говорит, Дима, мы сами заработали на эту сумму. Мы не просили у мамы, мы не спрашивали разрешения у родителей, может, нам Порше будет. Просто взяли и купили. И вот какие-то такие, ну, житейские вещи, да. Это прям, ты понимаешь, что вау. Привет, ребята! Дима, ты скажи теперь нам, а я тебя сниму, потому что ты красивый на таком фоне. Спасибо. А скажи, что тебе нужно для удобства в каком-то новом месте, как человеку? Просто простые человеческие, житейские вещи. Цели. Я сказал простые человеческие, житейские вещи. Ты говоришь, цели. Но это тоже хорошо. Прости, что я тебя... Просто реально то, что я думаю, какой город для меня я чувствую себя, где я могу себя как-то приложить. У меня есть какое-то занятие, будь то гонки, встречи с какими-то людьми или еще что-то. Там я чувствую себя комфортно. Например, Нью-Йорк. Мы ездили с вами в Нью-Йорк. У меня там лично не было каких-то прям таких целей, дел и так далее. И мне там очень не понравилось. Понятно. А так я очень неприхорен, то есть как бы в бытовом плане... На самом деле, кстати, я хотел сказать, что тогда ничего не важно, но мы вот сейчас живем в крутой, ну, в хорошей квартире и к этому так быстро привыкаешь. Поэтому, когда мы куда-то ездим, даже в отеле, если нет уже в этом отеле бассейна, зала и так далее, уже типа чувствуешь такое, что... Какая-то там поработать негде. Угу. Поэтому, чтобы можно быстрый интернет, чтобы было несколько, где тебе никто не отвлекает, мог сесть поработать, заниматься спортом. Благоприятные условия для работы и балдежей. Да? Да, и спорт. И спорт. Ну, я думаю, спорт входит в балдежи. Да. Вот. Ну, все здорово. Спасибо тебе большое за это интервью. Давай. Я очень рад, что спустя 3 года мы встретимся на том же месте, и у всех нас такой большой прогресс. И мы выглядим-то по-другому все. Вон, пожалуйста. Это вы. У меня... Это... Я сейчас покажу нас. О, еще фокус смотри. Вау. Сейчас я поддерживаю камеру в воздухе. Вы говорите. Мы выглядим по-другому не из-за этого. Мы выглядим по-другому из-за того, что у нас больше стремления в глазах. У нас помялся взгляд. Мы более серьезные. Мы знаем, чего мы хотим, и мы за этим идем. Несмотря ни на что. Я думаю, это нас больше всего поменяло. Да, и вам тоже советуем, ребята. Нас поменяло это больше всего, потому что мы знали, чего мы хотели, но сейчас мы еще лучше знаем, чего мы хотим, и мы, что еще важнее, мы знаем, что нужно делать, куда нам надо идти, и мы куда идем. И придем обязательно. И мне кажется, это поменялось больше всего у нас. Вновь встретиться с Мариной наконец-то, с ее мужем. Привет! Тоже в кадре был, я слышал. Привет! Мы сейчас будем сидеть общаться, мы подготовили даже вопросики, поэтому... Да. Вот мы сейчас поснимаем весь этот процесс. Скажите, привет! 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 Мы в Нью-Йорке, если бы вы забыли из предыдущего кадра. Все через стресс, потому что у нас может быть очень много знаний в голове, но у нас есть барьер, там, желание быть perfect. Но только мы его ломаем, начинаются чудеса. То есть у нас знаний в голове очень много, но вот это вот, чтобы оно вышло все наружу, нужно стресс, стресса такая. Я не пытаюсь хвастаться, но я просто хочу показать, что мне ее помыли. И я очень люблю, когда она чистая. Честно, вот я просто хочу... Ладно, и все, я не буду, ладно. Я понял. У нас дома сейчас происходят съемки, и в первый раз это не я. Это ваш любимый оператор, режиссер, ассистент, секретарь. Хорошо, да. Магично, если ты в тренинге. Что ты, Лайбой? 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 Это что, наш первый тренажер? И последний. Сбаздит, чеш, буй. Я плачу. Увел от тебя. Падает. Увидимся. Кала, я буду сюда. Ка-ну. Я Магично. Ка-ну. Я подниму. Я стараюсь, я помогу. Я помню. Яucks, подчерки. Я спрямляю. ЯDAL. Я собираюсь. Я все-таки. Я дам편у. Я плюбляю. Я cá-ну. Я помню. Ну чё, давай, Веня, рассказывай, а где самочувствие? Нормально? А? Кушать хочется? Кажется, да. Всё, пошли, хватит, да. Да. Я думаю, ещё что-нибудь сделаем. А, чё вы думаете, пошли. Давай. Давай я найду тебе жену. Давай. Расскажи зрителям, может твоя будущая жена смотрит сейчас, Расскажи... Она, наверное, смотрит, я так у меня так чувствую сейчас. Расскажи, что ты ищешь в своей идеальной женщине? Что тебе нужно? Ну, чтобы она была такая простая, ну, красивая, зала собой, характер очень хороший был, ну, как тебе сказать, позитивная была, что в жизни любила там всех, моих друзей. Вот, I am Russ. Расскажи немножко о себе, чтобы она знала, в двух словах. В двух словах. Я позитивный. И... Не знаю. Придётся и найти... Find out. Вот, это мне нравится. Это хорошая, замануха хорошая. Да, замануха. Короче, я тебе скажу, я позитивный человек, а второе слово, пускай она сама найдёт. Здорово. Ну, тогда, будущие президентки, пишите в комментариях, кто хочет быть женой Руслана. Да. Очень много плюсов, он позитивный, он добрый, он хороший парень, он джентльмен настоящий. Ну, и он привезёт вас в Америку жить. Да, бесплатная грин-карта. solar хотеловаться его. А если впервые пойти, пом ещё было следующий человек. И я уверен за что, это ни одна черная формия, у нас не осталось. aut友zinho, Зайду с Богом выравнули тренебинар. Хорошая погода сегодня, не так жарко. Да, погода чёткая. Ребята, пекарня классная, как она называется? Републик. 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 Ну, это как публик, типа. Будете в ВВ приходить здесь очень. Очень вкусно. Ты не правда ничего не съел? Ну, просто вообще не. Он сказал, что он очень вкусно. Типичный блогер. Типичный блогер. Рекламирует то, что он даже не пробовал. Проплатили, даже нет. Даже булочку не съел. Отписка сейчас хоп, от Фенин. Пока. В следующий раз увидимся. Я буду по-очень скучать. Да, мы можем. Приезжай хоть раз. Я буду стараться, да. Или в Лас-Вегасе. В Лас-Вегасе может увидимся, да. В стрип-клубе. Всё. Без встречи изменить нельзя. Хорошей дороги. Пока. Спасибо большое. Поэтому всё хорошо. А вам, семья, я хочу сказать спасибо большое за то, что посмотрели это видео. Спасибо большое за все ваши комментарии. И за всё, что вы мне говорите. Просто за участие в жизни этого канала. Ну и, соответственно, в моей жизни. Потому что это, в принципе, что я сюда и выставляю. И этот влог на этом подходит к концу. Спасибо вам большое ещё раз. И увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока. Ну и быстренько до того, как я уйду. Я хотел бы с вами поделиться хорошим настроением. И дать вам скидку на мой новый марафон. Говори как про. Ссылка в описании. Поторопитесь, пока она не исчезла.